Сельхозтехника Каждый из участников должен продемонстрировать точность, скорость и аккуратность в обработке конкурсных участков. Всего на поле выехало 19 команд. По словам трактористов, качественных результатов можно добиться только на правильно настроенной технике. Именно поэтому один из конкурсных этапов – теоретический. Каждый участник должен подтвердить доскональное знание материальной части. Глубина спашки должна быть 22 сантиметра. У нас, значит, сколько тут? 20. При оценке результатов учитываются глубина борозды, равномерность отвала, скорость прохода участка и другие показатели качества работы. При этом спаханный надел должен принять форму прямоугольника. Отклонение от задной геометрии недопустимо и засчитывается за грубую ошибку. В соревновании участвовала техника только отечественного производства – две категории агрегатов – легкие машины Минского тракторного завода и тяжелый трактор «Акировец». Эта техника наиболее распространена в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах. Проводя данное мероприятие, мы все-таки как бы показываем, что сегодня основа – это земля и на земле нужно грамотно работать. Ну а грамотность работы заключается в самой первой очереди – это как будет обработана, вспахана земля. Поэтому основа всех сельхозяйственных процессов – это вот волоспашки. По мнению организаторов, это состязание преследует две цели. Первая – проверка подготовленности кадров. Современная техника предъявляет новые требования к профессиональным навыкам. Второй и самой главной задачей стало повышение престижа специальности механизатора. Ведь в состязании приняли участие студенты сельскохозяйственных техникумов. Для них работа опытных трактористов стала образцом, на который могут равняться будущие специалисты. Елизавета Шагвалеева, Николай Горгутс, Александр Мокин. Новости сейчас.